Всем огромнейший приветик, с вами Алиса и Путь Валькирии, сезон второй серия первая, Сварт Альфхейм. Лиот вспыхнула и угрожающе направилась к Локи. Локи, мелкий ты ублюдок. Как Один нас нашел? Локи примеряюще выставил ладони перед собой, но все же отступил на несколько шагов. Ну же, Лиот, не горячись. Неважно, как он нас нашел, нужно уходить. Прямо сейчас? Куда ты так спешишь, старина? Мы же еще ничего не узнали. Ванадис хрипло рассмеялась. Мы узнали, что Мимир мертв, и теперь... Она крепче обхватила себя за плечи. Я не знаю, что будет дальше. А что может быть дальше? Сагар кинул на девушку мрачный взгляд. Долгая и мучительная кара за то, что мы не сможем выполнить повеление Одина. А если сможем? Я в любом случае до этого не доживу. Он болезненно поморщился и отвернулся. У меня осталось слишком мало времени, чтобы быть на побегушках у Одина. Но мы должны найти какой-то способ ему помочь. Все не так плохо. Все ужасно. Уль покачал головой. По крайней мере, нас не обвинили в его смерти. Из огня да в полыми. Как мы найдем убийцу? Замечательный вопрос. Возможно, тебе стоило задать его всеотцу, пока вы с ним так чудесно беседовали. То есть ты не знаешь? Я, конечно, божественный, но не всезнающий. Все было бы намного проще, если бы он решил говорить со мной, а не с тобой. Уль задумчиво кивнул. Странно это. Что именно? Что Один выбрал говорить с тобой, Лив? Ты о том, что я человек? Не только потому, что ты из Мидгарда. Скорее, он замялся. Я думал, что переговоры буду вести я. Не знал, что Один зол и на меня тоже. Думаю, Тор не упустил возможности приукрасить наши грехи, чтобы выставить свой провал в менее неприглядном свете. Лив взерошила волосы и поморщилась. Я вот чего никак не пойму. Почему Один не поручил это дело кому-то еще? Потому что никто, кроме него и нас, не знает, что Мимир мертв. Иначе мы бы тоже знали об этом. Уль, ты не прав. Об этом еще известно тем личностям, что насадили Мимира на копье. Логично. Тут и в одиночку можно было справиться. Только время зря тут теряем. Да что ж тебе так не имется? Мне тоже тут не нравится. Локи прав. Нам стоит тут все. Он резко задрал голову кверху пещеры и прищурился. Луч света, падающий через прореху в корнях, померк. Лив почувствовала дрожь, которая мерзко ввинтилась в кости от земли. Что? Уль кинул на нее предупреждающий взгляд, и девушка благоразумно умолкла. С потолка пещеры посыпалась мелкая труха. Тихий скрежет чешуи по камню. Ванадис вцепилась в полы плаща, костяшки на ее руках побелели. Уль прихватил лук. Лиот призвала свой доспех и очень тихо развернула меч. Сагар побледнел и опустил руку в мешочек с зельями. Как-то все прям напряглись. Лив затаило дыхание. Броня обняла ее тело. Ну что еще? Внезапная густая тягучая тишина. Локи! Все взгляды скрестились на Локи. Тот обиженно скривился в ответ. Я тебя чую. Сквозь прореху в потолке пещеры что-то начало усердно ввинчиваться внутрь. Какими судьбами, Нитхёк? Неужели тот самый вкусный корень? Ты не один. Твой запах их забивает. Но тут есть еще нечестивцы. Решил откупиться от меня. Не выйдет. Все равно сожру. Давай все обсудим. Глаза Ули округлились, и он очень резко махнул рукой в сторону выхода. Ванадис, недолго думая, бросилась наружу. Хруст камешков под ее подошвами эхом разнесся по пещере. Леот напряженно замерла с мечом наперевес, вперев глаза в потолок. Сверху послышались настойчивые удары, будто кто-то пытается расколоть камень. Ули ступил на несколько шагов, продолжая целиться вверх. Потолок треснул, тяжелые осколки камня и обломки корней посыпались вниз. Черепнимира хрустнул и раскололся под весом огромного валуна. Копье, что торчало из глазницы, упало рядом с колодцем. Локи отскочил в сторону, выдергивая Уля за собой. Сагру клонился от валуна и остановился рядом с выходом. Лив моргнула несколько раз, пытаясь избавиться от пыли, попавшей в глаза. Когда она наконец смогла снова видеть, огромная скалившаяся клыкастая пасть возникла в разломе. Сожру! Его глотка волнообразно задвигалась, а пасть раскрылась еще шире. Нитхёк всеми силами старался протиснуться внутрь. Уходим! Вот черт! Ну ты иди, а мы будем сражаться! Я помогу! Льот выругалась сквозь зубы. Посмотри на эту махину! Твой меч ему ничего не сделает. Ты до него даже не дотянешься. И что, мне бросить вас тут? Мы тут тоже не задержимся. Нитхёк яростно задергался в проломе, расширяя его. Пошевеливайся, золотко! Его лицо не выражало особого беспокойства, но голос напряженно звенел. Так а что, у него каждый день кто-то хочет его убить? Он уже привык. Если меч бесполезен, может... Наконечник копья сверкнул в грязи. Копьё! Лучше прикрой меня! Не давая Локи возможности ответить, Лив побежала к колодцу. Нитхёк почуял ее приближение. Куда бежишь, лакомый кусочек? Лив прыгнула в сторону, уворачиваясь от раскрытой пасти, перекатилась пачкой с внатекшей слюне и ловко поднялась на ноги. Ой, фух! Потемневшая древка копья лежала совсем близко. Что-то громко хлопнуло сзади, и ее спина укатила влажным жаром чего-то дыхания. Неважно, тут есть еда повкуснее. Огромная змеиная голова качнулась на гибкой шее, разворачиваясь в сторону Локи. Я надеюсь, ты знаешь, что делаешь, золотко. Я тоже. Она схватила копье. Древка вспыхнула под ее рукой, покрываясь плотной спиралью светящихся рун. Метка на руке отозвалась похожим цветом. Девушка развернулась к нависшему над Локи змею. Эй, уродина! Нитхёк проигнорировал ее, и его огромная пасть громко хлопнула там, где только что стоял Локи. Чего ты ждешь? Кали его! Раз ты просишь... Она замахнулась копьем, что было сил, и воткнула его в чешуйчатый бок змея. Вау, ну Лив вообще мега крутая. Как красиво сделали. Наконечник скользнул между чешуйками, как угор между камнями в тихой заводе. Лив не почувствовала сопротивления. Это копье убило Мимира. Как думаешь, что она сделает с тобой, ты, гадюка-переросток? Нитхёк ринулся на нее, и его движение вырвало древко из ее рук. Черт! Она снова перекатилась, уходя от стремительных челюстей и огромных клыков. Нитхёк пролетел мимо, и всем своим весом врезался в противоположную стену. Что-то отозвалось громким треском, и сверху снова посыпались камни. Локи дернул ее за ворот. Я все понимаю, ты валькирия и воительница, но нам пора. Смотри, как Лиот саграм улепетывают, бери с них пример. Хотя странно, обычно ты впереди всех там бежишь. Огромный валун грохнулся на свернувшегося для очередного броска Нитхёга, вгоняя копье еще глубже. Змей забился в ярости, и удары его хвоста раз за разом сотрясали стены. Лифф побежала к выходу за Локи, уворачиваясь от каменного града. Уже у самого входа она услышала полное ненависти шипение Нитхёга. Не забуду, выслежу. Не останавливайся, золотка. Они выбежали из пещеры за мгновение, до того, как за ними обрушился свод, навеки запечатав могилу Мимира. Лифф с облегчением оперлась на копье. Фух, давай больше никогда так не делать. Да, когда ты успела подобрать копье, золотка? Что? В ее руке светилось копье, еще недавно пронзавшее черепи Мимира, а затем бок Нитхёга. Я его не подбирала? Локи протянул руку к копью, Лифф его не остановила. Я его подержу у себя пока что, ладно? Лифф задумчиво перехватила древко, столкнулась с выжидающим взглядом Локи. Спорить из-за палки, пусть и магическое как-то глупо. Локи перекинул копье через плечо. Скорее, нам надо добраться к реке. Из-под корня продолжали доноситься отнюдь необнадеживающие звуки. А тут скитбладнир ты не можешь достать? В таком тумане лавировать между камней самоубийство. За мной! Они бежали так быстро, как только могли. Мшистые валуны мелькали перед глазами, и если бы не уверенно ведущий Уль впереди, Лифф бы решила, что бегают они по кругу. Локи мчался вперед, еле отталкиваясь ногами от земли, и не утруждаясь тем, чтобы уклоняться от валунов, он их просто перепрыгивал. Хе-хе-хе-хе-хе. Видимо, она тренировалась на тактических оступлень. Хе-хе-хе-хе. Когда Лив почувствовала, что начинает выдыхаться, под подошвами захлюпала вода. Успели. Наскит Бладнир они погрузились в спешки. Неощутимый ветер наполнил хлопнувший парус. Лив прислонилась к мачте и сползла по ней вниз. Что за тварь там была? И почему эта змеюка к нам прицепилась? Это был Нитхёк, пожиратель нарушивших клятвы, убийц и прелюбодеев. А мы-то что ему сделали? Ты воткнула в него вот это копьё, а тебе идёт. После того, как он решил на нас напасть. Ну, он давно на меня зуб точил. Что? Неужели ещё один твой ребёнок? Очень смешно, Золотко. Он оскорблённо вздёрнул нос. Но нет, меня с Нитхёком связывает только его неуёмный аппетит. Правда, каким ветром его занесло к источнику мудрости, загадка для меня. Может, он уже давно туда переселился? Нет, я бы заметила, если бы Нитхёк жил рядом. Да, и я такую махину бы не пропустил. Всё, что может нам сейчас помочь, вот это копьё. И чем же нам поможет светящаяся острая палка? Лиот, что скажешь? Лиот взяла копьё и положила его на палубу. Хм, любопытно. Лифф наконец-то смогла его рассмотреть поближе. Наконечник копья матово блестел в рассеянном свете. Такой чистый металл, никаких следов ржавчины. Выглядит, как работа цвергов. Это так, но метка мастера мне незнакома. Подмастерье? Зачаровано очень достойно, подмастерье бы так не смог. Поэтому оно само вернулось мне в руку. Конечно. По губам Лиот скользнула загадочная улыбка. Локи, ты же у нас знаток цвергов и их копий. В голосе великанши звучала откровенная насмешка. Хм, я хочу это знать. Кого ты спрашиваешь, золотко? Кому как не тебе знать, хочешь ли ты это знать? Хе-хе-хе, вертится как уш на сковородке. Так что, знаток ты цвергов или не знаток? Мм, ну не назвал бы себя знатоком. Отчего же, я бы сказала даже, что ты знаешь их лучше, чем кто-либо из нас. Сагр еле слышно хмыкнул. Давайте просто отнесем копье цвергам и спросим у них. Они нам не ответят. Уль пожал плечами. А что еще делать? Ванадис еле слышно вздохнула. Цверги падки налезть. Может, если мы их очень хорошо попросим, они согласятся дать нам ответ? По твоим словам, сразу понятно, что с цвергами ты дел не имела, дева береза. Судьба отвела. Жаль, что с тобой не сработало. Но Оль прав, это самый простой и быстрый способ получить ответы. Значит, плывем с Вартальхейм, отсюда не так далеко. Кажется, это решение устраивает всех. Надеюсь, там будет интересно. У Альвов мне понравилось. Цверги и Альвы совсем не схожи по своей натуре. Да, гостеприимства от них не дождешься. Так что разгуливать по их владениям не стоит. Резкий порыв ветра кинул сбившиеся из прически пряди волос в лицо девушки. Беспорядок в мыслях и на голове. Так не пойдет. Такой тонкий намек на смену прически. Хвост с андеркатом. Такая дерзкая довольно прическа. Длинная коса. Ой, а ей идет чулочка. Низкий хвост. Я эту хочу. И одежда вся в слюне и пыли. Лив сморщила нос в отвращении. И у Альвов я не запаслась сменной. Кто же знал, что все так обернется? Локи заметил выражение ее лица и вопросительно выгнал бровь. Неполадки снарядом. О, так бы сразу и сказала. Я могу... Нет. Но... Если ты так любишь играть с одеждой, почему ходишь в одном этапе? Это вопрос на миллион долларов. Локи расставил руки в сторону и красует... Мне слишком нравится мой жилет. Лиот подошла ближе и отодвинула Локи в сторону. Лив, если хочешь, могу попробовать подогнать по твой размер что-то из моих запасов. Лив благодарно кивнула. Ух, я думала, будет что-то такое прям... Ой, дерзкое. Мне сложно представить Лиот в таком наряде. Битва. Битва. Сила. Такие необычные цвета. У нас еще таких, по-моему, не было. И долг. Я этот возьму. По лицу Лиот скользнула немного отрешенная улыбка. Из-за тумана, что стелился вокруг, было совсем непонятно, сколько уже пути они преодолели. Иногда из него выныривали одинокие камни, и Оль мастерски проводил дракар мимо них. Скучно. Поговорю с Локи. Локи удобно устроился на корме и задумчиво что-то жив... Я только хотела сказать, опять топчет что-то. Конечно. Опять он возле сумки с припасами. Оль разозлится, если опять съешь все лепешки. Ничего, он отходчивый, в отличие от Одина. Ну, и как тебе всеотец, повелитель девяти миров? Выглядит он совсем как в моих снах. Мне казалось, что не стоит на это рассчитывать, в конце концов, сны это сны. Разве ты не убедилась, что это не так? Лив пожала плечами и села на палубу. А как тебе, встреча с всеотцом? По твоим словам, выходило, что он тебя по меньшей мере убьет, как только увидит. В результате ты всего лишь повалялся на полу. Унизительно, но не смертельно. Локи хмыкнул и вперил пристальный взгляд в лицо девушки. Ты предпочла бы вариант со смертельным исходом? Я рада, что мы в порядке. Сначала Один, потом этот... Нитхёк, верно? Не думал, что ты решишь с ним сражаться. Видимо, это уже становится моей привычкой. Как я из всего этого выберусь? Пока что достаточно просто добраться до Свартальфхейма. Лив опустила голову в руки. Я устала. Она почувствовала ладонь Локи на талии. Он притянул ее ближе к себе, провел рукой по спине и зарылся пальцами в пряди волос на затылке девушки. Знаю, Лив. Отдохни пока. Лив оперлась на его кослевое плечо и сама не заметила, как задремала. И с полусна ее вырвал голос Уля. Мы близко. Река сузилась и зашумела громче, разбиваясь о росыпи камней. Впереди виднелся темный провал, поток втекал в расщелину в скале. Вторая сомнительная дыра за день. Шум воды стал громче, эхом отражаясь от гранитных сводов. Скидбладнир плыл, почти царапая их своей мачтой. Резкое металлическое клацанье хлестнуло по ушам. Из темноты донесся стальной голос. Вы вступаете в земли Мацагнира. А это еще кто такой? Назовите себя и причину вашего прибытия. Лиф огляделась. Все ее спутники выглядели крайне погруженными в себя. Назовитесь и сообщите причину вашего прибытия. В этот раз голос звучал нетерпеливо. Похоже, это местная таможня. Надо же. И никто меня о ней не предупредил. Я Лиф из Мидгарда. Мы прибыли по поручению Одина. Какого рода поручение? Наверное, не стоит рассказывать, кому попало о смерти Мимира. Крайние деликатности. Вы будете препятствовать воле Одина? После недолгого молчания из темноты донесся тихий шелест, и туман раступился. Приветствуем вас. Ох, какая красота. Ладно, пригнанные плитки тротуара подземного города споро ложились под ноги. Могли бы предупредить, что тут будут допрашивать на входе. Локи хмыкнул и пожал плечами. Я верил в твои способности. Да ну? Извини, Валькирия, совсем забыла знакомить тебя с местными порядками. В прошлый раз привратник был не такой дотошный. Чему тут удивляться? С нами же Локи. Лиот криво усмехнулась. Я слышала, что Синдри самый искусный среди цвергов. Значит, пойдем к нему? Нет. Синдри и Брок со мной дела вести точно не будут, как и я с ними. Двалин тоже не подойдет. Что? Антвари ты тоже не рассматриваешь? Я его уже рассмотрел. По лицу Лиот расплылась очень широкая улыбка. Вот он. Лифф смотрелась в тени переулка, на которой указал Локи. В сумраке мелькнул чей-то силуэт. И что теперь? Хе-хе, набросимся мы. Бежим за ним? Бежим, только неподозрительно. Это как? Это уверенным шагом. Не переживайте. Нам достаточно прийти к его мастерской. Переулок вывел их к торговой части города. Несмотря на обилие лавок, на улице не было ни души. Звук испешных шагов рассыпался гулкой дробью, разбиваясь о стены домов. Вот она. Дверь бесшумно отворилась. За ней оказался короткий коридор, который выходил в небольшую комнату. Они зашли внутрь, и Лиот пришлось перегнуться, чтобы не зацепить головой низкий проем. Да чего же тут тесно. Сагар поежился и поспешил пройти коридор. Дверь за их спинами захлопнулась. Ой! Клацанье замков и подозрительный шорох заполнили воздух. Адвари, ты так рад меня видеть, что не хочешь выпускать? Хочу, чтобы ты вернул мое золото. И что ты сделал с моей курткой? Похоже, цена за помощь будет очень высокой. Переделал ее немного. Ага, понятно. Отвратительно. Он накинул их внимательным взглядом. Надо же, Лиот. Тебя так трудно заметить. Остальных не знаю. Но... У меня есть для тебя предложение. Не интересует. Так отрицательно настроен. Наверное, стоит... Вмешаться. Ванадис обмолвилась, что цверги любят лезть. Лифф подошла ближе к спорящим и приветливо улыбнулась. Дело-то совсем пустяковое для такого мастера будет. Вы обратили на себя внимание Адвари. А Адвари недоверчиво покосился на нее. В Мидгарде обо мне не могли слышать. Я слышала про... Локи таинственно подмигнул и постучал себя пальцем по пальцу. Про кольцо. Допустим. Нам всего-то и нужно узнать, кто создал одну вещь. Я сразу вспомнила про мастера Адвари, потому что работа очень тонкая. Зачем вам знать, из-под чьей руки вышло изделие? По крайней мере, он со мной говорит. Это дело чрезвычайной важности и деликатности. Конечно, мы заплатим за экспертизу. И сверх оплаты Локи вернет мое золото. Если ты так ведешь дела, должно быть у тебя мало заказчиков. Ошибаешься. Так Локи не зли его, я только его усмирила. Как раз сейчас у меня будет встреча с одним из них. Замки в двери зашевелились, отпираясь. На пороге, занеся кулак для удара, засты... Кто? Застыл Тор? Офигеть. Я в шоке. И смотрите, я стопудово все будут с раскрытыми ртами. Это надо же так прятаться от него, скрываться, убегать. Чтобы встретиться совсем в другом месте. Ну, конечно, мы от Тора не могли никуда далеко убежать. Это судьба. Нам с ним как-то встретиться. И, возможно, как-то налаживать отношения. Я без понятия, есть ли с ним ветка. Но я в любом случае не планирую ее вести. Но, как минимум, иметь хорошее отношение, почему бы и нет. Путь Валькирии для меня лично держит планку юмора и приключения. Поэтому я с удовольствием поставила 5 баллов. Я обожаю эту историю. И, конечно же, очень хочу посмотреть, что нас ждет впереди. Друзья, плейлист этой истории вы всегда найдете в описании под видео. Спасибо всем, кто читает вместе со мной. А с вами была Алиса. До встречи в следующем видео. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok